Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. 5 место. Бастинелли Асакалипес. Придумывая название для своего ножа, маркетологи компании Бастинелли, слили, два слова Ассаулт, штурм, нападение, атака, и апокалипс, апокалипсис. Но они не учли того, что Асс означает, простите за выражение, задница, и вместо штурмокалипсиса, у них получилось что-то вроде жапокалипсиса. 4 место. Микротек Дэсон Контакт Кельсуич. По-английски Дэсон Контакт означает смерть от прикосновения, и наличие такого сочетания в названии ножа настораживает, не умру ли я, прикоснувшись к нему. Может, лезвие отравлено? Не говоря уже о дополнении в виде слова Кельсуич, дословно, включатель убийства. Об этом неудачном названии писали на нескольких ножевых форумах. 3 место. Метфорд С.У.К. И.Ф.У.К. Сложно сказать, о чем думали маркетологи Метфорд, называя линейку своих ножей Slender Utility Naive и Fixed Utility Naive, то есть, гибкий универсальный нож, и, фиксированный универсальный нож. Вроде ничего страшного, но вот образуемые этими сочетаниями аббревиатуры С.У.К. И.Ф.У.К. Звучат аналогично словам С.А.К. и Ф.А.К., имеющим явные сексуальные коннотации. 2 место. БАС НЮКЛИЯ МЕЛДДАУН СПИШАЛ ФОССЕС НЕЧУРАЛ АУТЛА. Это название – исключительно длинный набор никак не связанных между собой разнокалиберных слов, ядерная катастрофа, спецназ, настоящий преступник. Иногда нож сокращают ДНМСФНО, но легче от этого не становится. Хорошо хоть на лезвии название не пишут. 1 место. Валчер Чалера. Ежегодно от холеры умирают десятки, а порой, во время сильных эпидемий, и сотни тысяч человек, в основном, в Африке, а заражается более миллиона. Эта острейшая желудочно-кишечная инфекция, вызываемая холерным вибрионом, вибрия Чалера, выглядит очень нелицеприятно, больной постоянно страдает от жуткой диареи и других симптомов. Возможно, звучит слово красиво, но представьте себе, что нож называется, например, СПИД или карцинома. Как-то не очень, правда? Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.